здравствуйте друзья добрый вечер вопрос меня зовут михаил тезка 24 года живу в москве земляк слушайте как интересно не так давно закончил университет моя специальность специалист по безопасности информационных систем чтобы я понял о чем речь ну не знаю называется красиво работаю на первой работе по специальности вот хорошо по специальности и есть моей жизни некоторые неопределенности ну хорошо хочу попросить вас с высоты вашего опыта дать мне совет но я как смогу попробую начну с того что у меня есть цель переехать в сша ну хорошо на текущем этапе я совершенствую свой английский и зарабатываю деньги но по факту за исключением некоторых моментов сейчас я работаю системным администратором а говорил по специальности ну хорошо каких-то специфических навыков у меня нет так как учили всему и понемногу ну я хочу сказать что когда два года работаешь это уже не только чему тебя учили это все-таки чему ты научился на работе тоже ничего плохого в системном администраторе нет я не знаю каких-то специфических навыков у него нет невольно задумываюсь а чем же я буду заниматься в америке весь такой из себя специалист начал системным администрированием можно например заниматься неплохо в так каком направлении мне стоит двигать свою профессию чтобы стать специалистом в чем-то более конкретном и что немаловажно востребованном стоит ли мне например пойти обучаться для получения профессиональных сертификатов сиска так как по сути я могу в россии получить навыки и сертификаты которые будут востребованы за рубежом или я не прав и на деле придется учиться заново но в сша итак друзья мы рассуждаем о михаиле 24 года живущим в москве значит что получилось то он понимаете противоречив в этой истории или во всяком случае она мне кажется при противоречивый потому что он вроде бы по специальности работы и звучит так красиво безопасность безопасность это да вы чё это господи порвут на части такого специалиста но дальше выясняется что он вроде бы работает по специальности но работает админом наверное есть такие админы которые в таких ситуациях работают где вот вопросы безопасности самое главное и есть я даже не знаю но но явно это не у него потому что он он не становится лучше специалистом по за по безопасности ну хорошо работает админом ну конечно он не работает бухгалтером он не работает там я не знаю там еще кем но но будем считать, что по специальности. Но это его беспокоит, потому что прошло два года, а он ничему такому не научился, что с его точки зрения где-то сильно востребовано. Я хочу сказать, что вот этот интерес к тому, а что я буду делать в Америке, когда я туда приеду, я бы его заменил вопросом другим. Я бы его заменил вопросом, а если я никуда не поеду, а буду жить на родине? Что со мной будет в профессиональном плане? Во что я превращусь? Кому я нафиг буду нужен? И так далее. Это не надо решать для Америки. Решите для дома, для семьи. Что у вас там произойдет? Вот. И я бы так сказал. То есть это на самом деле не менее важно, чем сказать, вот я в Америку приеду, что я там буду делать. В Америке проще. В Америке, ну, начнете с того, давайте мы про Америку пару слов. В Америку вы приехали, значит, если у вас есть разрешение на работу, откуда это взялось, не знаю, брак, политическое убежище, воссоединение с родственником, неважно как, если у вас есть разрешение на работу, то и вы там админ, вы прекрасно будете админом. Господи, админ, особенно такой добротный, приличный админ, да вы что, с руками и ногами оторвут. Вот. Там этот вопрос, вот, может мне СИСКО сертификаты получить? Я, честно говоря, не знаю, работает ли он СИСКО, вот там, где он сейчас работает. Понимаете, если бы он сказал, я работаю с СИСКО там каждый день, вот получить ли мне сертификаты? Я бы сказал, конечно, это здорово. Потому что опыт, да плюс сертификаты, это круто. Если он пойдет получать сертификаты, без того, чтобы иметь опыт, а кому нафиг нужны твои сертификаты? У тебя опыта нет. Тем более, у тебя уже два года после института, ты же не можешь сказать, я курсы закончил, вот я готов, у меня сертификаты есть, опыта нет. У тебя уже опыта два года, что тебе курсы? Ну, то есть, оно неплохо, я ничего не хочу сказать, но все-таки. Значит, поэтому, если он работает СИСКО и взял сертификаты какие-то, классно. Если он не работает СИСКО, может он с чем-то другим работает там другие сертификаты? Я не знаю, может он макрософтовские какие-нибудь получат. Я, честно, я не знаю, абсолютно, я далек от системного администрирования, но, наверное, есть куда расти в том, что он сейчас делает. Если нет, нет куда расти, ну, двигай оттуда в другое место, где есть куда расти. Поэтому, я бы сказал так, человек, у которого уже есть опыт, он сейчас не о сертификатах должен думать, он должен думать о том, где он будет работать завтра, послезавтра, чем заниматься. А сертификат уже там приложится. Сертификат это не то, что дает работу первую в каком-то направлении. Тем более, он уже работает. Значит, сертификат это то, что помогает получить следующую, и еще следующую, и опять следующую. Когда у тебя же опыта много, и ты еще в сертификатах, как собачка породистая в медальках так на улицу выходит, и вся прям поблескивает, позвенкивает. Это да, так надо же быть породистой собачкой. На дворняжку что медальки надевать? Ничего не солидно получается. Поэтому надо совместить породистость и сертификаты с медальками. Вот. И ответить на вопрос чем заниматься очень просто. Заниматься надо тем, чем тебе хочется заниматься, чем тебе нравится, к чему у тебя душа лежит. Чем ты можешь заниматься не глядя на часы. Если нет такого, тогда надо искать себя. Может вы вообще не айтишник, я не знаю. Это такой вопрос сложный. Поэтому меньше всего надо беспокоиться за Америку. В Америке админ уж никак не пропадет. На первое время. Дальше вы будете себя реализовывать. Вот это мечта попасть в Америку. Это мечта просто смыться из того места, где он есть. А попасть в Америку это средство. А вот дальше, уже попав в Америку, у него будет другая мечта. Уже не попасть, а как-то развиваться. Вот. Как только есть желание куда-то развиваться, сразу находится путь. Значит, если речь идет о том, чтобы развиваться под будущее, там, какую-нибудь рабочую визу, H1B, в надежде на то, что, не знаю, что-то кардинально изменится с квотой на рабочие визы. Вот сейчас недавно было сообщение, что квота эта вычерпана. Там немного дней уходит. Понимаете, там, пара дней и нет квоты. сейчас опять в лотерею играть будут. Значит, уже 17-го года, да, значит, с октября, с 1 октября этого года, новый финансовый год, вот, 2017, и вот там новая квота. Значит, если в этом направлении двигаться, надо, конечно, поговорить не со мной, а с ребятами, которые профессионально занимаются вот этой областью и которые работают в Америке. Вот, я, например, наблюдал издалека. Не возьмусь квалифицированно, как бы, пальцем ткнуть, но есть, я сейчас пытаюсь вспомнить веб-сайт. По-моему, он так и назывался специалист.ру. Я давно его еще видел, лет, наверное, 15 назад. Там как раз вот люди сертифицированные были. Может быть, он по-другому называется. там сертифицированный народ собирался и обсуждал вопросы сертификации преимущественно. Админов очень много было. И там, в частности, вот есть народ, который из-за рубежа участвовал. То есть, сайт, как бы, российский, русскоязычный, не знаю, в какой стране он там зарегистрирован, но такой вот был. Значит, там было много народу, которые перебрались в Америку и оттуда. И вот у них там такие разговоры на эту тему в очень больших количествах. сертификейшн, я извиняюсь, сертификейшн.ру сертификейшн.ру Значит, подите туда и скажите, вот то же самое, что сказали мне. Ребята, я вот закончил университет по такой специальности, занимаюсь вот этим, вот этим, только подробно скажите. Не скажите, я администрирую, а скажите, чего администрирую. Там, какие сервера, какие операционные системы, чтобы как-то разговор был такой более предметный, чтобы они в состоянии были вам подсказать. И вот, да, и задачу поставьте так, я хотел бы там, переехать в США по рабочей визе, чего мне, в каком направлении двигаться. Или вы говорите, я хотел бы, приехав в США, найти хорошую работу, но приеду я не по рабочей визе, а по другой линии. Вот просто меня это интересует не в плане эмиграции, а в плане уже работы. То есть поставьте задачу конкретненько и сформулировав хороший вопрос, вы получите, несомненно, очень хороший ответ. Счастливо!